Солдатами современной войны становятся дроны. Пока в России пытались начать серийное производство танка «Армата» и истребителя Су-57, весь мир стал готовиться к войнам нового типа — роботизированным. Как в действительности обстоят с этим дела в нашей стране? И сможет ли Россия достойно постоять за себя в случае войны дронов? Узнаете из этого выпуска. Приветствую, на связи НьюСолдат. И мы начинаем. За последние несколько лет российские СМИ неоднократно рассказывали о том, что базу «Хмеймим» в Сирии пытались атаковать некие беспилотники. При этом каждый раз сообщалось, что атака отбита, а боевики оставлены ни с чем. Но есть ли в этом заслуга российских военных? Либо проигрыш террористов — это лишь результат их некачественной работы и примитивности дронов? Если дела действительно обстоят таким образом, то перехватить подобные БПЛА в данной ситуации совсем несложно. Причём настолько, что для этого даже не обязательно использовать современные средства радиоэлектронной борьбы. Но вопрос, и даже не один. А что будет, когда боевики получат доступ к современным технологиям? Когда дроны будут наводиться не с помощью радиокоманд, а с помощью современной навигационной системы, или будут использовать комбинированную систему наведения? Что будет, если террористы обзаведутся новомодными дронами-камикадзе, которые уже появились во многих армиях мира, и за которыми, вне всякого сомнения, огромное будущее? Как бы вы ответили на эти вопросы, друзья? Делитесь своим мнением в комментариях под видео, а мы продолжим. Что такое дрон-камикадзе? В принципе, это понятно уже из самого названия. Рассмотрим одного из лучших на сегодняшний день представителя этого нового вида оружия, квадрокоптер Rotem-L израильской компании IAI. Дрон весит 4,5 килограмма и может летать на высоте до 2 километров со скоростью 45 километров в час. При этом берет на борт либо килограммовый заряд взрывчатого вещества, либо две осколочно-фугасные бомбы весом 450 граммов. БПЛА оснащен видеокамерами, передающими изображения на планшет оператора, находящегося на удалении до 10 километров. При этом он способен вести как разведку, так и выполнять ударные функции. Например, в случае обнаружения пехоты противника, дрон может зависнуть над ней и сбросить бомбы. А в случае обнаружения более заманчивой цели, например, вооруженного пикапа, легкой бронетехники или минометной позиции, он в прямом смысле жертвует собой, переходит в пикирование и при попадании в цель взрывается. Защиты от Rotem-L в полевых условиях нет никакой. Из-за малых размеров и низкого уровня шума его трудно обнаружить, но даже обнаружив, непонятно, как его сбивать, так как попасть в маневрирующий дрон размером с небольшой двухкассетник на высоте одного километра. Из пулемета или автомата теоретически можно, но практически маловероятно. При этом учтите, что еще придется уворачиваться от падающих бомб. В режиме «Камикадзе» дрон может выходить на цель, также маневрируя, так что и со 100 метров в него вряд ли попадешь. Зенитные ракеты тут тоже бессильны. Система наведения просто не захватит такую маленькую цель, а стрельба из скорострельных пушек будет не более эффективна, чем стрельба из пулемета. Да и не у всех имеются под рукой скорострельные зенитные пушки. Что делать, если в атаке принимают участие три дрона? А если 30 или 300? И наводятся они не по радиокомандному каналу, а по навигационной системе. Налетит такая стая на аэродром, военную базу, соединение кораблей, колонну на марше, и даже при сильнейших средствах ПВО из 300 дронов одна треть гарантированно достигнет цели. Любому, даже стоящему на земле самолету или вертолету, попадания килограммового фугасного снаряда хватит с лихвой, чтобы отправиться в серьезный ремонт, а то и под списание. При этом самолет стоит десятки миллионов долларов, а вся стая дронов не стоит и одного миллиона. Так что нанесенный ими ущерб в десятки раз перекроет их стоимость. Поэтому сегодня становится очевидным, что в войнах будущего тактика воздушного боя претерпит серьезные изменения. Предполагается, что истребители не будут вести бои в одиночку. В настоящее время в разных странах разрабатываются дроны сопровождения. Не исключено, что через несколько лет каждый истребитель будет иметь пару-тройку сопровождающих дронов, которые будут лететь перед ведомым самолетом на удаление в несколько десятков километров и вести разведку, что позволит истребителю не включать радар и оставаться незамеченным. В случае обнаружения противника дроны первыми его атакуют и передадут всю информацию истребителю, которому останется лишь поставить в бою точку, не подвергая себя серьезной опасности. Кстати, американский стелс-дрон сопровождения XQ-58 «Валькирия» уже второй год проходит летные испытания, и не исключено, что в скором времени будет принят на вооружение. Судя по последним разработкам, в мире делается ставка на легкие и компактные дроны. Такие тяжелые беспилотники, как российский «Охотник» или американский «Глобал Хок», стоят дорого, да и эксплуатация их не дешевая. Кроме того, они являются прекрасной целью для зенитных ракет. А вот против роя маленьких и легких дронов любая система ПВО бессильна. Просто потому, что их невозможно уничтожить все до одного, чисто физически и технически. Даже если удастся их вовремя засечь, какая-то часть из роя в десятки дронов прорвется к цели. Средствами радиоэлектронной борьбы можно будет нейтрализовать какую-то их часть, но где гарантия того, что одновременно с первым роем не появится еще один, а то и 20-30. В настоящее время разрабатываются дроны-гранатометчики, оснащенные одной единственной 40-мм гранатой, используемой в автоматических или подствольных гранатометах. Этот дрон размером с пивную банку может выстреливаться как из индивидуальной пусковой установки, так и из многоствольной. Последняя способна выстрелить до полусотни дронов. Вот вам и готовый рой. Небольшие размеры позволяют разместить такую установку на шасси практически любого автомобиля, который сможет выпустить рой дронов за пару-тройку километров от цели и спокойно скрыться. Но самое главное, подобные системы стоят очень дешево, и уже сейчас многим становится предельно ясно, что время дорогущих танков, самолетов и кораблей уходит в прошлое. Как вам такая перспектива, друзья? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. Современная техническая революция кардинально меняет не только гражданский сектор с его электромобилями и смартфонами, но и военную отрасль. Более того, как на гражданке, так и в оборонке сейчас огромную роль играют не профессиональные военные, увешанные орденами генералы, а креативщики. Те самые молодые люди, подчас студенты, которые создают стартапы и предлагают такие разработки, какие вчера казались немыслимыми. Что можно сказать в этой связи о России? Наше отставание по части беспилотников накапливалось с начала 1990-х. Едва ли не два десятилетия БПЛА не считались приоритетом в Министерстве обороны. Виной тому не только отсутствие понимания значимости дронов для армии, но и ограниченность бюджета. В результате сформированный еще в советские годы задел, позволявший когда-то говорить о паритете с западными визави в области создания БЛА, постепенно обесценился и к 2008 году имел скорее историческое, чем практическое значение. Военные действия в Грузии 2008 года, в которых принимали участие наши вооруженные силы, явно обнажили эту проблему. Те несколько дней стали рубиконом в судьбе отечественных беспилотников. По итогам этого конфликта в срочном порядке были приняты меры, нацеленные на выправление сложившейся ситуации. Очевидно, что быстро справиться с проблемой не получилось бы. Поэтому на первом этапе было решено приобрести партию БПЛА, включающую систему мини-класса Бёрд Ай-400 и тактического класса Сёрч МК-2 у одного из ведущих мировых разработчиков израильской компании Ай-Эй-Ай. Впоследствии в России на мощностях завода УЗГА в Екатеринбурге было организовано сборочное производство этих беспилотников под наименованиями «Застава» и «Форпост», соответственно. Параллельно с импортом были проведены сравнительные испытания беспилотных систем, разработанных отечественными компаниями в инициативном порядке и применявшихся либо в иных силовых структурах, либо в гражданской сфере. Отобранные по их итогам дроны после доработки под требования военного заказчика были приняты на вооружение и с 2013 года закупаются Министерством обороны. В первую очередь это дроны «Элерон-3СВ» и «Орлан-10». Мы рассказывали о них в выпуске под названием «Новейшие российские дроны достанут Португалию и США», поэтому сегодня не станем на них задерживаться, а пойдем дальше. Единственный относительно крупный дрон, имеющийся в распоряжении российских военных — 450-килограммовый «Форпост». О нем, собственно, как и о беспилотнике «Корсар», мы также уже рассказывали в упомянутом выше выпуске. Поэтому сегодня обратим все свое внимание на другую разработку. В России ведутся работы над дроном мейл-класса «Альтиус». Изначально предполагалось, что это будет функциональный аналог американского беспилотника «Риппер», то есть более тяжелый, чем «Предейтер» аппарат, способный нести большую как по массе, так и по номенклатуре нагрузку, в том числе ударную. Однако впоследствии требования заказчика комплексу, вероятно, были повышены, и теперь «Альтиус» уже рассматривается как высотный БЛА, большой продолжительности полета, что приближает его к американскому разведчику «Глобал Холк», регулярно летающему вдоль российских границ. А что с тяжелыми ударными? Тоже есть охотник. В России разрабатывается тактика групповой атаки противника дронами под управлением истребителя Су-57. Первые испытания уже прошли, но еще неизвестно, когда российская армия вооружится такими ударными беспилотниками в нужном количестве. В случае войны ведь не скажешь «Подожди, враг, у нас еще боевые дроны не готовы». При этом главной проблемой для России остаются не технические, научные или кадровые вопросы, а экономический аспект. Современный капитализм устроен так, что отменяет границы государства, поэтому, когда в одном только Нью-Йорке при масштабной поддержке федеральных ведомств работают сразу семь крупнейших центров по разработке БПЛА и целый ряд частных компаний, а сами США активно пытаются скупать российские мозги, противостоять этому очень трудно. Буквально в начале 2019 года Департамент релокации бизнеса и сотрудников предложил российской ADA Aerospace, одному из ведущих частных разработчиков БПЛА в России, 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость, льготы для сотрудников, до 4000 квадратных метров рабочей площади, жилье для специалистов, гранты, субсидии и все необходимое на переезд и адаптацию США. Которые отвечают, есть только три способа решения проблемы. Средствами радиоэлектронной борьбы вырубать мозги этим дроном, сбивать их или же создавать дроны-камикадзе. Первый способ опробован в Сирии. Он дал неплохой, но не стопроцентный результат. Пожалуй, он же и наиболее перспективный, но требует времени, новых технологий и очень трудоемкой доработки. Два других способа еще в стадии экспериментов и потребуют просто фантастических усилий и горы денег для достижения результата. Вот вам и вывод. К борьбе с атаками роев дронов мы пока не очень готовы. Ультрасовременные квадрокоптеры разительно отличаются от своих игрушечных прародителей. Они способны летать как во время проливного ливня, так и в жару, поднимая на себе вполне солидные грузы. Особенно интересны концепты новых устройств, которые должны быть значительно меньше, почти карманного размера. Подобная миниатюрность позволит использовать их для разведывательных целей внутри помещений, а также в условиях слабой освещенности. Уже сейчас есть рабочие прототипы, и единственное, что мешает пустить подобные боевые квадрокоптеры в серийное производство — недостаточное время автономной работы, которое сложно увеличить с помощью существующих технологий. Для военных США дроны уже стали нормой и используются в качестве эффективного инструмента для проведения боевых операций. Сложно даже представить, какое мощное оружие они смогут заполучить, когда будет решена та же проблема автономной работы. Но в планах на 2020 год значится увеличение количества квадрокоптеров в 4 раза. Стоит ли нам запланировать аналогичный шаг, как вы считаете? Оставляйте свой комментарий под видео. Боевое применение квадрокоптеров пока чаще всего включает именно разведку, но вполне возможен и вариант использования их в виде полноценного оружия. Активное использование подобных технологий таит и немало угроз. Например, попадание беспилотников-убийц в руки террористов способно создать настоящую проблему даже для развитых государств, не говоря уж об их применении в странах третьего мира. Так, в 2017 году террористы стали широко использовать беспилотники для атак в Ираке. Коптеры-бомбардировщики не давали отбить западный Масул у боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». Террористы научились сбрасывать гранаты с квадрокоптеров. Беспилотники взлетали на высоту около 300 метров и оттуда с довольно высокой точностью били по цели. Боевики атаковали с помощью дронов мирных жителей и сотрудников гуманитарных учреждений даже в неподконтрольных им районах. Иракские военные заявили тогда, что с легкостью справляются с новым препятствием на пути к освобождению города. Они сбивали квадрокоптеры противника из винтовок и с помощью других беспилотников. Да, война изменилась. Сегодня преимущество в ней получают страны, на вооружении которых есть боевые дроны. В отличие от гражданских, военные дроны могут достигать больших размеров. Это конструкции весом в несколько тонн, способные проводить в воздухе более суток. Аппараты бывают разведывательными и ударными. Разведывательные беспилотники начали разрабатываться еще в 30-40-х годах прошлого столетия. Пионерами стали США, Советский Союз, Великобритания и нацистская Германия. Тогда же были запущены первые разведывательные БПЛА. Широкое распространение они получили в период Холодной войны. В разгар Карибского кризиса Соединенные Штаты следили за размещением советских ракет на Кубе с помощью дистанционно управляемых самолетов. Дебют боевых дронов состоялся намного позже, в 1999 году, во время операции по интервенции НАТО на Балканский полуостров. Тогда впервые использовали легендарные дроны Predator, Хищник, с ракетами Hellfire на борту. Эти беспилотники до сих пор активно используются армией США. Они продемонстрировали способность распознавать цели на огромном расстоянии и передавать картину боя за тысячи километров к операторам, которые осуществляют дистанционное управление. Достижения и жертвы Лидером в применении боевых беспилотников сегодня является США. Основным полигоном стал Ближний Восток. Дроны помогли американскому правительству обнаружить местонахождение Усама Бен Ладена в 2011 году. С помощью беспилотника был ликвидирован Джихади Джон, член ИГИЛ, известный по роликам на YouTube с обезглавливанием заложников. Точное количество ударов, нанесенных с помощью боевых дронов, неизвестно. По информации Лондонского бюро расследовательской журналистики, в 2016 году в Афганистане беспилотники убили полторы тысячи человек. В Пакистане с 2004 по 2016 годы эта программа ЦРУ унесла жизни от 2 тысяч до 4 тысяч человек, в том числе 965 мирных жителей. Оправдана ли эта жертва для уничтожения опасных террористов? Не пострадало ли вы больше мирных жителей при обычном ведении боя? Как вы считаете? Оставляйте свои комментарии под видео. Подобные проблемы применения военных дронов обсуждаются правительствами, но не останавливают использование беспилотников. Стоит ли бояться использования военных дронов? Как выглядела воздушная разведка до распространения дронов? Пилот разведывательного вертолета часто узнавал об обнаружении врага, только когда по нему открывали огонь. Использование дронов изменило эту ситуацию. Преимущества атаки с их помощью также несомненны, однако их использование связано с большим количеством моральных вопросов. Во-первых, подобные дистанционные удары создают иллюзию вседозволенности. Мы можем эффективно и безнаказанно совершать атаки с помощью дронов, но есть ли у нас на это моральное право? Во-вторых, огромное количество вопросов возникает из-за использования искусственного интеллекта для управления дронами. Распознавание потенциальной цели сейчас происходит с помощью обученной нейронной сети. Насколько точно она сможет определить участника военных действий комбатанта? Сможет ли она опознать ребенка, который в бою ведет себя как комбатант? Сможет ли дрон прекратить атаку, если противник признал свое поражение и превратился в военнопленного? В реальном бою всегда возникает множество сложных и мгновенно изменяющихся аспектов, которые невозможно заложить в программу. Еще одна проблема, которая вызывает опасения – доступность дронов для террористов. К примеру, перед проведением Евро-2016 во Франции были проведены учения по отражению атаки дрона с химоружием на переполненный стадион. Барак Обама в свое время, во время саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, упомянул о том, что мы недостаточно защищены от распыления террористами радиоактивных веществ над городами с помощью дронов. Поэтому сейчас в США, Франции, Японии, Нидерландах и других странах разрабатываются надежные способы обезвреживания и перехвата дронов. Война будущего – война машин В 2009 году ВВС США подготовили больше операторов дронов, чем пилотов боевых самолетов. С каждым годом в мире растет число операций с участием дронов. Пока это скорее отдельные вылазки, но ситуация должна кардинально измениться. Конечно, армии в ближайшее время не будут расформированы, да и вряд ли люди полностью исчезнут из боевых действий. Но численность взводов и подразделений, скорее всего, существенно сократится. Вместе с этим уменьшатся и людские потери. Помимо проведения агрессивных военных действий, дроны начнут обеспечивать безопасность гражданского населения. Россия активно включается в тенденцию использования военных БПЛА. Так, в 2014 году армия вчетверо увеличила практику применения беспилотников. Всего в небе они провели 13,5 тысяч часов, осуществляя разведку. Российский флот собирается внедрить в свою работу роботов-подводников. Разработан первый отечественный 3D-печатный дрон, который можно собрать в полевых условиях всего за пару часов и начать разведку. Несмотря на множество проблем, использование беспилотников приносит армии огромное технологическое преимущество. Для отечественных компаний и разработчиков это перспективное поле деятельности. Применение военных БПЛА – вопрос, требующий детального обсуждения. А пока что российские военные получат истребитель беспилотных летательных аппаратов. Это небольшой летающий дрон, оснащенный стрелковым комплексом и специальными боеприпасами. Новинка находит в воздухе и уничтожает различные БПЛА, в том числе и миниатюрные. Также дрон-охотник может обстреливать цели на земле, к примеру, личный состав, укрытие или автомобили противника. По словам экспертов, изделие открывает для военных новые возможности в борьбе с БПЛА. Также сводится к минимуму риск поражения огнем своих сил и средств. Как говорят в Минобороны России, дрон-охотник уже проходит испытания. По их итогам будет вынесено решение о принятии изделия на вооружение. Главная его задача – поиск и уничтожение БПЛА противника, в первую очередь квадрокоптеров. Впервые новинка была представлена в конце лета 2017 года. Дрон-охотник был выставлен в закрытой части экспозиции выставки форума «Армия-2017». Про новинку известно мало. Это небольшой летательный аппарат. В отличие от большинства БПЛА, он запускается в воздух не с помощью катапульты, а стартует вертикально. Габариты дрона-охотника позволяют переносить его расчёту из нескольких человек, а также перевозить на автомобили. Благодаря этому новинку можно будет оперативно развернуть и прикрыть свои войска от вражеских беспилотников. Главный калибр дрона-охотника – это стрелковый комплекс со специальными боеприпасами. Они подрываются рядом с целью и поражают беспилотники противника осколками. При необходимости новинка может открыть огонь и по наземным объектам, живой силе и технике. Цели охотник обнаруживает с помощью оптико-электронной системы. Она работает днём, ночью и в любую погоду. Патрулировать и уничтожать цели истребитель дронов может как в автоматическом, так и в ручном режиме. В первом случае беспилотнику задаётся район или маршрут, где он ведёт поиск. Обнаружив цели, он запрашивает у земли разрешение открыть огонь. В ручном режиме оператор самостоятельно управляет охотником и ищет цели. Подобный способ борьбы с беспилотниками имеет ряд преимуществ. Такие охотники могут поражать цели на больших расстояниях от атакуемого аппарата. Но, с другой стороны, у таких систем имеются очевидные проблемы. Ограничения по массе и габаритам нагрузок, сложности с прицеливанием, отдача при выстреле и другие. Успешное решение этих технических задач способно открыть новые возможности для военных при минимизации риска поражения собственных сил и средств. В настоящее время лёгкие беспилотники с оружием есть только у Армии обороны Израиля. БПЛА «Тикэт» — это небольшой мультикоптер с 8-ю пропеллерами. На него можно установить различное стрелковое вооружение от штурмовой винтовки до 40-мм гранатомёта. При этом на изделии установлена специальная платформа, которая гасит отдачу. Задача «Тикэт» — поиск и уничтожение целей в городской застройке. Невидимые наблюдатели «Цикада» и «Блэк Хорнет» уже вовсю кошмарят бойцов на поле боя. Чем так хороши эти малыши и есть ли что им противопоставить? Антидроновые ружья и пистолеты — новые игрушки военных, которые всё чаще стали мелькать в руках военных. В армии США произошли успешные испытания дронового роя. Малый размер БПЛА в рое, их потенциальная возможность подлететь к цели незаметно, и их большое количество, делают технологию одной из самых прорывных на сегодняшний день. Суть роя довольно проста. Несколько десятков мелких дронов, существенно меньших размеров по сравнению с теми, что сейчас используются в армиях мира, получают определенное военное задание. Далее они сами, обмениваясь между собой информацией, уклоняясь от препятствий военного характера, координируют между собой совместные действия по его выполнению. При этом рой не обязан следовать до точки назначения, указанной в здании, кратчайшим маршрутам. Его члены могут менять направление подлета к цели, менять скорость и так далее. Главное – это скоординированно выйти на цель. Большое количество дронов, которые координируют между собой полет, обмен информацией, иными словами, пытаются вести себя как некое единое целое, позволяют более точно и плотно вести разведку территории, осуществлять наведение ракетных и артиллерийских комплексов на цель и так далее. Согласно американским планам, подобная тактика потенциально может вырубить радары, системы запуска и управления ракетными установками или другие ключевые системы, оставляя их уязвимыми для других атак. А также вражеские системы ПРО, у которых просто не найдется достаточно ракет, чтобы остановить эти дроны. Но, как известно, любая военная технология, усиливающая потенциал нападения, в ответ рождает оборонительную технологию. Далее рассмотрим обе стороны вопроса. Итак, разработки миниатюрных БПЛА в разных странах ведутся давно. Дело в том, что у таких аппаратов есть масса преимуществ. В отличие от обычных дронов, они практически незаметны. В результате могут корректировать огонь без риска, быть сбитыми. Также они могут следить за противником и в реальном времени передавать разведданные. Устройства могут применяться в ситуациях, где традиционные БПЛА использовать не получится. К примеру, они могут залететь в здание, захваченное террористами, и произвести разведку. Надо сказать, что даже визуально такой мини-дрон можно спутать с крупным насекомым. Так как беспилотники компактные, военные могут их переносить буквально в кармане, и при этом запустить в любой момент, когда это необходимо. Кроме того, подобные устройства имеются в армии КНР. Масса китайского дрона «Калибри» несколько выше, чем норвежского аналога и составляет 35 граммов. Но в любом случае это компактное и легкое устройство, которое помещается на ладони. Текущая ситуация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных дронов. Такие БПЛА практически незаметны и при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени, сообщили в пресс-службе Ростеха. «Будем начинать с нуля, или у России уже есть хоть какие-то мини-дроны?» Все в той же госкорпорации шесть лет назад говорили о применении миниатюрных БПЛА российскими десантниками на учениях в Сербии. Сообщалось, что используемый коптер по своим размерам сопоставим со стрекозой. Отмечалось, что отечественный мини-дрон представляет собой аналог норвежского беспилотника Black Hornet, что в переводе означает «черный шершень», имеющего массу 16 граммов. Несмотря на сверхкомпактные размеры, последний имеет вполне взрослое оборудование. После того, как один из таких аппаратов в 2020 году был захвачен сирийскими военными, стало известно, что он имеет на борту тепловизор и две оптические полнофункциональные камеры. Оборудование Black Hornet обеспечивает качественную картинку даже в ночное время, так как сразу все три канала объединяются в один. В результате обеспечивается высокая четкость и точность изображения, что позволяет операторам эффективно обнаруживать цели, которые представляют интерес для военных. Что касается прошлых разработок Ростеха, то нет никакой информации о том, имели ли они такое оборудование. А норвежский мини-дрон, между тем, активно применяется американскими и британскими спецподразделениями. Так, в 2019 году армия США заказала дронов Black Hornet на сумму в 39,7 миллиона долларов, а в 2020-м заказ включал в себя микробеспилотников еще на 20,5 миллионов. Что касается БПЛА «Цикада», то этот малыш похож на оснащенный моторчиком бумажный самолетик. Его разработкой занимается научно-исследовательская лаборатория ВМС США. По отдельности «Цикады» кажутся довольно безобидными, но американская армия намерена выпускать беспилотники целым роем. Отряд микродронов будут отправлять с борта корабля. Управлять устройствами «Цикада» можно будет при помощи GPS-системы. Микробеспилотники способны спускаться с высоты 17 километров и подлетать к цели на расстояние до 4,5 метров. «Цикады» оснащены микрофонами, поэтому они могут незаметно записывать звуки и речь. Также микродроны могут с высокой точностью доставлять маленькие грузы. И теоретически этим грузом может стать даже взрывчатка. Впечатляющие характеристики, не так ли, друзья? Как вы считаете, могут ли такие БПЛА найти применение и на гражданке? Своими мыслями на этот счет делитесь в комментариях под видео. О ведении работ по созданию миниатюрных БПЛА в России ранее сообщала компания «Кронштадт». В октябре 2020 года главный конструктор спецпроектов «КТ-беспилотные системы», входящих в состав компании Павел Рожков, говорил Интерфаксу, что группа специально для форума «Армия-2020» сконструировала и изготовила нано-БЛА массой 180 граммов. «Он нужен для решения ряда специализированных военных задач, в частности для экипировки солдат будущего», – сказал Рожков. В июне 2019 года в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что впервые в соединении 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, поступило более 10 мини-беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа. Как сообщал Интерфакс, по официальным данным, на вооружении российской армии есть небольшие дроноразведчики. Например, «Элерон-3» и «Орлан-10». Здесь стоит заметить, что масса первого составляет 4,2 килограмма, второго – 18 килограммов. Согласитесь, что до того же 16-граммового им как до пекина мелким шагом. И тут, чтобы не впасть в отчаяние из-за наших увесистых БПЛА, можно вспомнить о недостатках мини-дронов. Маленькие беспилотники, хотя обладают большим количеством преимуществ, они не могут заменить собой такие дроноразведчики, как «Орлан». Дело в том, что в силу компактного размера они не способны преодолевать большие расстояния. При этом скорость движения у них сравнительно небольшая, время полета тоже сильно ограничено. По этой причине сфера их применения невелика. К примеру, в отличие от более крупных коптеров, миниатюрные дроны не могут нести заряды. Соответственно, их не получится применять в качестве ударных беспилотников или дронов-камикадзе. По мнению некоторых экспертов, миниатюрные БПЛА вряд ли получится использовать в ходе масштабных боевых действий, когда противоборствующие стороны используют бронетехнику, РСЗО и прочее тяжелое вооружение. Правда, Black Hornet уже применялись в Сирии. Но вполне возможно, что это было экспериментальное их использование, чтобы понять, как они себя покажут. Надо сказать, что использование таких дронов не было замечено в ходе текущих боевых действий. Что еще раз подтверждает, что маленькие летающие аппараты актуальны только в локальных операциях. Между тем, созданная в России радиолокационная станция способна реагировать на малоразмерные дроны, обнаруживая их присутствие на расстоянии 7,5 километров. Не имеющие аналогов оборудования собраны на отечественной электронно-компонентной базе в лаборатории холдинга «Росэлектроника». Лайк нашим Кулибинам. Обязательно. Смело ставим его ролику. Станция радиоподсвета цели способна находить и сопровождать объекты, имеющие площадь рассеивания от 30 квадратных сантиметров. Многоканальная станция, работающая в К-диапазоне, монтируется на поворотной конструкции, обеспечивающей круговой обзор. Компактная РПЦ может управляться оператором с помощью ноутбука или в ручном режиме. Модель создана для борьбы с БЛА, занимающимися разведкой, наблюдением и несущими взрывчатку. Есть что-то отдаленно похожее и за рубежом. В частности, противодроновый пистолет от американской компании «Дроншилд» модель «Дронган МК-3» представляет собой уже ставшую классической систему персонального радиоэлектронного оружия, только в форм-факторе пистолета. Вес радиоэлектронного пистолета составляет менее двух килограммов и, по словам разработчиков, позволяет использовать его как вспомогательное средство при базовом наборе вооружения солдата. «Дронган МК-3» способен сбивать дроны на расстоянии до 500 метров. По словам разработчиков, этого будет вполне достаточно для спецназа или охраны, поскольку небольшие беспилотники трудно увидеть в небе невооруженным глазом уже с расстояния 200-300 метров. Противодроновый пистолет способен глушить сигналы частот 433 МГц, 915 МГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. При этом беспилотник либо осуществляет аварийную посадку, либо возвращается к оператору, в зависимости от настроек дрона, но блокирование видеосигнала происходит сразу после выстрела из «Дронган МК-3». Нечто похожее на американское оружие есть и в России. Это электромагнитное оружие «Ступор», разработанное специально для борьбы с дронами малых классов. Оно представляет собой изделие весом 5 килограммов длиной 0,9 метра в пластиковом корпусе. Приводится в боевое положение всего лишь нажатием кнопки. С помощью оптического прицела оператор направляет в сторону БПЛА-луч относительно мощного электромагнитного излучения, которого достаточно при дальности до 2 километров для подавления сигналов спутниковой навигации и до 600 метров сигналов, управляющих дроном со стороны оператора противника. Физический смысл этого явления состоит в том, что электромагнитный луч ружья, пересекаясь с волной управляющего сигнала, изменяет его свойства, что и лишает дрон управляемости со стороны оператора противника. А оператор ступора имеет возможность даже проконтролировать посадку дрона в нужном месте и получить этот аппарат в качестве трофея. Таким образом, ступор не просто подавляет управляющий сигнал помехой своего излучения, но и перехватывает часть управляющих функций. Без подзарядки оружие в режиме излучения может работать до 4 часов. На подавление сигналов помеховым излучением ступору достаточно от 4 до 30 секунд. Понятно, что с такими характеристиками бороться можно только с дронами-одиночками. Против роевых дроновых атак этого оружия недостаточно. Как видите, друзья, практика современного боя требует высоких технологий. Поэтому с уверенностью можно сказать, что по мере их развития и снижения стоимости микро-БЛА, армии многих стран и не только первого ряда смогут себе позволить принять подобные системы на вооружение. Но, к сожалению, как показывают реалии, за ними могут подтянуться и экстремистские организации различного толка, чего очень не хотелось бы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok